28 декабря пропала девочка по имени Кэти Бирс. Местные знали, что ее опекуны безжалостно эксплуатируют ребенка. Ее прозвали Золушкой. Грязная, голодная, она росла на их глазах. За два дня до своего десятилетия Кэти пропала. И ее невероятная история станет известна всей стране. Всем будет стыдно за свое равнодушие. Кэти Бирс родилась 30 декабря 1982 года. Первые два месяца она провела со своей матерью Мэрилин Бирс и старшим сводным братом Джоном Бирсом на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Кэти не знала своего отца, поскольку ее зачатие было результатом связи на одну ночь. Мэрилин бросила ребенка, когда ей было два месяца, лишь иногда урывками возвращаясь в ее жизнь. Кэти находилась на попечении своей крестной матери Линды Ингелари и ее мужа Сальваторе. Линда лишилась левой ноги из-за диабета и почти не передвигалась. Кэти выполняла всю работу по дому под строгим контролем крестной. Девочка мыла полы, готовила еду, стирала, чистила туалет, ходила в магазин. Кэти была словно золушка. Вот только крестная в ее жизни играла совсем другую роль, подвергая девочку каждый день оскорблениям и насилию. Она жестоко избивала Кэти. У девочки остались шрамы от издевательств Линды. Крестная однажды затушила сигарету об руку Кэти. Она запирала ее в шкафу и полностью закрывала глаза на то, что делал ее муж. Линда для Кэти была не главным злом в этом доме. Сал, муж Линды, был еще страшнее нее. Он подвергал Кэти сексуальному насилию. Девочка даже не помнит, когда это началось. Это было с нею всю ее жизнь. Линда и Сал между собой не общались, спали в разных комнатах. Линда понимала, что Кэти подвергается сексуальному насилию. Это зарождало в ней ревность. В этой чудовищной ситуации она злилась на девочку и в полной мере вымещала свою ярость. Кэти никому не могла пожаловаться. Она не знала, у кого просить помощи. Девочка даже не осознавала до конца, в каком ужасе она пребывает. У нее не было друзей, но, видя других детей, она понимала, что их жизнь отличается от ее жизни. Но она не помнила, что грустила из-за этого или плакала. Вскоре Мэрилин стала забирать дочь к себе. Жизнь с матерью была голодная, но Кэти хотя бы ощущала себя в безопасности некоторое время. Когда мать говорила ей вернуться к крестной, Кэти безоговорочно возвращалась в дом насилия и боли. У Мэрилин Кэти жила в маленьком доме с пожелтевшей от времени штукатуркой, с мутными местами разбитыми стеклами на окнах, с прогнившей опухшей от сырости дверью и с плесенью на стенах. Повсюду сновали тараканы, а ржавый холодильник с перегоревшей лампочкой был всегда пуст. Служба защиты детей несколько раз посещала дома Мэрилин и Линды, но никогда ничего не предпринимала. Кэти ходила на занятия в школу один или два дня в неделю из-за бесконечных заданий крестной. Учителя молчали, никогда не спрашивали ее о том, что происходит в ее жизни. Девочке казалось, что никому нет до нее дела. Она просто жила дальше. Это все выглядело так, будто вся общественность в один миг стала свидетелем наезда, но отвернула коллективную голову и продолжила движение по своим делам. Через несколько лет регулярного насилия Кэти все же рассказала обо всем своей матери. Сал, муж крестный, был обвинен в сексуальном насилии первой степени, но оставался на свободе. Он получил только запретительный судебный приказ, который не позволял ему приближаться к девочке. Сал съехал от Линды. И Линда возненавидела Кэти и Мэрилин еще больше за то, что ее подобие замужества закончилось якобы по их вине. Кэти продолжала появляться в доме крестной, но уже гораздо реже. Вскоре в жизни девочки появился человек, которого она полюбила. Его звали Джон Эспозита. Ему было 43 года. Он познакомился сначала с Мэрилин, и та позволила ему, старшему Джону, брать в гости ее сына, маленького Джона. Мэрилин считала, что ее сын нуждался в мужском участии. Строительный подрядчик Джон Эспозита построил целый дом над гаражом в нескольких метрах от своего главного дома, где он жил со своей невестой. Дом-гараж Большого Джона, как его прозвали местные, был для детей настоящим магазином игрушек, кондитерской и парком развлечений одновременно. Он превратил эту постройку в настоящий рай для детей. В гараже и в помещении над ним была целая коллекция настольных игр. Нинтендо, Сега, всевозможные игрушки. В одном углу с потолка свисала боксерская груша, а в другом находилось баскетбольное кольцо. Вокруг стояли игровые автоматы, аэрохоккей и настольный теннис. Целая гора сладостей и холодильник, забитый газировкой. Оказаться в гараже Джона, как бы это странно и подозрительно не звучало, было мечтой любого местного ребенка. Когда Большой Джон приводил обратно домой маленького Джона, он всегда приносил Кэти подарок. В основном это были мягкие игрушки, от которых девочка была в восторге. Позднее Кэти вместе с братом стали ходить в гости к Большому Джону. Остальные родители со временем, конечно, относились с опаской к мужчине, который так желал детского общества. Они запрещали детям даже разговаривать с ним. Такое совместное решение соседей повлияло и на Мэрилин. Она тоже сказала детям держаться от Большого Джона подальше, больше никогда не приходить к нему в гараж. Но крестная Линда втайне отпускала Кэти к Джону, ничего не сообщая об этом Мэрилин. Кэти была благодарна ей за это. Она обожала быть в гостях у мужчины, это было самое лучшее время для нее. В декабре 1992 года соседские дома уже были украшены гирляндами. Все готовились к Рождеству. Мэрилин осталась без работы, ей было не до праздника. Хотя и всегда было не до него. Кэти и Джона Рождество обходила стороной всю их жизнь. 26 декабря Кэти отправилась к крестной. Линда хотела устроить для Кэти небольшой праздник 27 декабря, по случаю ее приближающегося дня рождения, который наступит только 30 декабря. Мэрилин отпустила дочь с условием, что в свой день рождения Кэти вернется и проведет его дома. Кэти собиралась в крестной со смешанными чувствами. Ей не хотелось идти к ней, но она очень соскучилась по большому Джону. Она надела шляпку, пряча обрезанные волосы. Девочке пришлось обстричь свои длинные волосы из-за вшей. Линда позволила Кэти накраситься, ведь ей исполнится уже целых 10 лет. Кэти считала себя взрослой. Она попросила тетю теперь называть ее Кэтрин. С днем рождения Кэтрин. Было написано розовым кремом на праздничном торте из супермаркета. Это было ее самое счастливое Рождество и самый счастливый день рождения в одном дне. Торт держал большой Джон, с которым Мэрилин запрещала общаться. Он возник неожиданно. Джон подарил Кэти дом Барби. Джон сказал, что придет на следующий день, чтобы помочь девочке собрать его. Линда поспешила успокоить Кэти. Она сказала, что все в порядке. Мы ничего не скажем, Мэрилин. И Кэти была согласна. Она считала его самым добрым и самым хорошим человеком. Джон вернулся на следующий день. Сел за обеденный стол и спросил Линду, может ли он забрать Кэти и отвезти ее в зал игровых автоматов, который находится примерно в 15 минутах ходьбы. Она сказала, конечно. Кэти наклонилась к Линде и прошептала, что мама заставила ее поклясться никогда и никуда не ходить с ним, хоть ей и очень хотелось этого. Линда грубо ткнула пальцем в лицо девочки и многозначительно сказала, все в порядке. Ты будешь дома через несколько часов. Перед уходом Кэти бросила на нее взгляд. Линде было 38 лет, но похоже, что жизнь забрала больше. Тучная женщина с гнилыми зубами сидела в инвалидном кресле за кухонным столом и непрерывно курила. Кэти была очень рада поехать с Джоном, несмотря на все запреты. В назначенное время девочка не вернулась, и Линда позвонила в полицию. Полицейские тут же направились в дом к женщине. Линда рассказала, что Кэти оставила ей пугающее сообщение на автоответчике. Сообщение было следующего содержания. Линда заплакала. Или сделала вид, что заплакала. Она продолжила, сказав полиции, что через 20 минут ей позвонил Большой Джон и сказал, что нигде не может найти Кэти. Рой полицейских расположился возле здания, где находились игровые автоматы. Серое здание Большого торгового центра слилось с дождливым зимним пейзажем. Снаружи полицейские обыскивали мусорные баки, осматривали лес вокруг и опрашивали посетителей и мимо проходящих людей. Большой Джон, окруженный полицейскими и репортерами, плакал и просил прощения, что потерял девочку. Он сказал, что знал Кэти уже много лет. Ему было жаль детей Мэрилин, и он хотел хоть немного скрасить их детство. Джон уже трижды был в зале игровых автоматов вместе с Кэти. Она бежала и обнимала его всякий раз, когда он приходил, чтобы забрать ее. В этот раз он забрал ее в час дня. Отвез в магазин игрушек, где купил ей куклу тролля на день рождения, и видеоигру «Один дома». Они ненадолго заехали в его дом-гараж, чтобы поиграть в нее. Джон сказал, что Кэти она не понравилась, она хотела быстрее ехать играть в игровые автоматы. Они направились туда. Какое-то время они играли вместе, затем Джон отправил Кэти одну за жетонами с пятидолларовой купюрой, пока сам играл в пинбол. Через несколько минут, когда Кэти не вернулась, он пошел ее искать, но ее нигде не было. Через 15-20 минут безрезультатных поисков он позвонил Линде, и тогда узнал о голосовом сообщении Кэти. Если Джон лгал, это было впечатляюще. Он сказал сквозь слезы, «Я испугался, я не мог найти ее. Это большое место, я все бежал». Я позвонил Линде, и потом побежал к охране. Кэти сказала, что к ней приближается мужчина с ножом. Скорее всего, она не знала этого человека, или может его лицо было скрыто. Кто это мог быть? Большой Джон сказал, что помнит, как некий мужчина наблюдал за ними, но отпустил ребенка одного. Но самым странным во всем этом было то, что ни один человек не видел Кэти в зале игровых автоматов. И никто не помнит, что бы там был Джон. У Джона было подозрительное прошлое. Он был арестован в 1977 году 15 годами ранее по обвинению в попытке затащить знакомого 12-летнего мальчика в машину у местного торгового центра. Детали этого дела не разглашались. Джон сразу стал главным подозреваемым. Журналисты и полиция окружили его жилище. Дом, стоявший рядом дом-гараж, обыскали. Но ничего не нашли. Джон был допрошен. Он оставался под подозрением. Но на этом все. Ничего нового полиция выяснить не смогла. Вторым подозреваемым стал Сал, который подвергал Кэти сексуальному насилию долгие годы. Его доставили в полицейский участок на допрос. Полицейский спросил. «Вы знаете, где сейчас Кэти?» «Нет, понятия не имею», – ответил Сал. «Вы имели прямое или косвенное отношение к ее похищению?» «Нет, сэр». На допросе он сильно потел и нервничал. Но у мужчины было алиби. 30 декабря Кэти исполнилось бы 10 лет, если бы она была еще жива. На фотографиях в новостях девочка выглядела опрятной, счастливой. Но полиция начала раскрывать печальную судьбу ребенка. История Кэти доминировала в заголовках городских таблоидов. За каждым откровением о существовании Кэти пристально следила загипнотизированная публика. Маленькая пропавшая беспризорница завоевала сердце нации. И каждый день пресса выкапывала новую грязь об ее мучителях и тех, кто знал об этом, и подвел ее. Все видели, что ребенок страдает. И никто не хотел помочь ей. Полиция просила соседей, учителей Кэти, продавцов местных магазинов. И все рассказывали одно и то же. Кэти была грязной, в ее волосах были колтуны. Девочка была тоща, было видно, что она не доедала. Она всегда была одета слишком легко. Иногда в мороз она могла идти по улице в тапочках. Кэти было всего 3-4 годика, и она могла идти по улице одна, как маленький брошенный щенок. А потом она только и бегала по поручениям. В ее жизни не было полноценного обучения в школе, друзей, праздников. Только бесконечные задания. Все продавцы знали ее. Девочку эксплуатировала крестная. И для местных это не было секретом. Узнав об этом, СМИ прозвали девочку Золушкой. Полное отсутствие реакции на брошенного ребенка ошеломляло. Но теперь всем было дело до нее. Только было слишком поздно. Спустя почти 10 дней после исчезновения Кэти, пресса, общественность и, самое главное, полиция, были сбиты с толку. Телефонный звонок Кэти был сделан, как установила полиция, в 17.06 из телефонной будки через дорогу от зала с игровыми автоматами на заправочной станции. Если Кэти убегала от своего преследователя, то почему она выбрала этот небезопасный путь? Почему не осталась в торговом центре, где находились игровые автоматы? Почему не побежала искать защиту у Большого Джона? Полиция еще дважды обыскивала дома Джона. Но все безрезультатно. Запись сообщения Кэти была передана ФБР. И ФБР пришло к выводу, что телефонный звонок Линде на самом деле был магнитофонной записью, воспроизведенной в телефонной будке на заправочной станции. Вывод ФБР был основан на отсутствии фонового шума на ленте. Если бы из телефонной будки на шоссе действительно звонили, то были бы слышны звуки проезжающих мимо машин. Запись Кэти звучала так, как будто она находилась внутри небольшого помещения, где почти нет эхо, будто стены чем-то покрыты. Все представлялось ФБР так, будто Кэти заставили сказать эти слова, а затем запись была проиграна со звукозаписывающего устройства в трубку телефона. Прошло 16 дней с момента внезапного, необъяснимого исчезновения Кэти Бирс. Правоохранительные органы округа САФОЛК приложили все усилия, чтобы отследить каждую зацепку в попытке найти ее и становить лиц, ответственных за ее исчезновение. Таких массовых опросов в этой местности не было никогда. Человеческая драма, представленная бедственным положением этой десятилетней девочки, вызвала огромный интерес средств массовой информации, о чем свидетельствовали ежедневные интенсивные репортажи как в газетах, так и на радио и телевидении. Но время шло. И этот интерес угасал. 28 декабря 1992 год. Кэти села в машину к большому Джону. Он разрешил ей прокатиться на переднем сидении своего пикапа «Ниссан». Джон сказал, что хочет подарить Кэти видеоигру. Он хотел, чтобы она поиграла в нее сначала, а уже потом они поедут в зал игровых автоматов. Джон припарковал свой пикап за главным домом в нескольких шагах от гаража. Игра была наверху в спальне Джона. Кэти села на край кровати, нажимая кнопки управления, погрузившись в игру. Она много раз была в этой комнате. Джон вышел из спальни и спустился по лестнице. А когда он поднялся, что-то в нем изменилось. Кэти это сразу заметила. Он взял Кэти на руки и понес вниз. Она очень испугалась. Он все делал молча. Девочка просила отпустить ее, а потом начала вырываться. Но он продолжал нести ее вниз, не произнося ни слова. У подножия лестницы он повернул налево в свой кабинет. Бросил Кэти на пол и захлопнул за собой дверь. Раньше он никогда никого не пускал туда. Джон сказал ледяным неузнаваемым голосом, «Я хочу тебе кое-что показать». Он начал убирать вещи с полки деревянного шкафа. На полках стояли бутылки с алкоголем, лежали бейсболки, шляпы и разные безделушки. Джон открутил серебряные крючки по обеим сторонам деревянных полок. Затем, схватив среднюю полку, он дернул ее. И весь блок полок на колесиках выкатился в кабинет, открыв прямоугольную дыру в стене. Он вошел в небольшое темное помещение. На полу лежал ковер и еще какой-то хлам. Джон свернул ковер, обнажая большую квадратную плиту бетона под ним. Кэти быстро просканировала кабинет в поисках телефона и нашла его на столе. Пока Джон возился с ковром, она проскользнула за стол и набрала цифры 911. Оператору очень тихо она прошептала, «Я на Саксон-Авеню». Тут же Джон схватил ее и швырнул как тряпичную куклу в шкаф. «Больше не трогай этот телефон», – произнес он. Кэти увидела черную дыру в полу. Бетонная плита была поднята специальным краном. Было слишком темно, чтобы разглядеть, что было внутри. Ей было приказано спускаться вниз по импровизированным ступенькам деревянным доскам. Она оступилась и упала, приземлившись на холодный пол тесного туннеля. В конце туннеля была небольшая комната. Посередине возвышался большой ящик с крышкой сверху, запертой на замок. В углу стоял туалет с черным мусорным мешком в отверстии. К стене были прикреплены две деревянные полки. На одной из них находился монитор, который показывал, что происходило у входа в гараж. Все стены были обиты упаковками для яиц. Похожи для звукоизоляции. Большая и сложно продуманная конструкция явно указывала на то, что Джон замышлял похищение очень давно и тщательно готовился. Глядя на каждого ребенка, он видел в них своих потенциальных жертв. Он выбирал. Он выбрал Кэти. Джон открыл ящик и сказал, «Залезай, теперь это твой новый дом. Ты будешь жить здесь». Джон сказал, что пойдет наверх, чтобы принести одеяло и подушку. И оставил Кэти одну на несколько минут. Он закрыл дверь в комнату, но не запер ее. Мужчина вернулся через несколько минут с одеялами, банкой газировки и несколькими шоколадными батончиками и сказал Кэти, что она должна сделать запись. Он достал из заднего кармана небольшой кассетный магнитофон и продекламировал то, что девочка должна была сказать. Джон велел ей повторить слова пару раз, а потом оставил ее одну, чтобы она выполнила то, что он сказал. Она записала все, что он просил, а потом в конце очень тихо после паузы прошептала в диктофон, «Большой Джон меня забрал, я у него дома». Джон вернулся, взял магнитофон и включил воспроизведение, а когда дошел до конца, на мгновение посмотрел на Кэти и ударил ее по лицу. Джон впервые ударил Кэти. Это был совершенно другой Джон, нежели тот, которого она знала. На этот раз он встал прямо перед ней и приказал записать еще раз. Потом Джон сказал Кэти забраться в ящик. В ящике лежал тонкий матрас, наручники на боковых стенках, цепочка с карабином и телевизор. Наручники оказались велики. Джон надел на девочку ошейник и пристегнул ее к цепи. Кинул ей внутрь вещи, которые принес. Он закрыл ящик, закрыл дверь и поднялся наверх, оставив Кэти одну. Она не знала, сколько времени прошло. Несколько часов или вся ночь, когда похититель вернулся. Он больше не злился. Он был большим Джоном, которого она знала. Садист Джон ушел. Он сказал своей пленнице, что ездил в торговый центр, где якобы искал ее. Неподалеку он использовал запись голоса Кэти, чтобы позвонить Линде и оставить ей сообщение. Он сам позвонил ей, затем его допрашивала полиция. Он сказал, что полиция была в доме. Но искать ее бесполезно. Кэти на все сказанное равнодушно сказала большому Джону, что хочет, чтобы он ее оставил. И Джон ушел. На второй день большой Джон велел Кэти раздеться и переодеться в одежду, которую он купил. Ночную рубашку для мальчиков. В этот же день он изнасиловал ее в первый раз. Дальше пошла целая череда изнасилований. В один день он делал это с ней, а иногда он просто приносил ей игрушку или сладости. Кэти считала, что у него раздвоение личности. Невероятно, но девочка не плакала. Она думала, что подвергалась гораздо худшему ранее от своих опекунов. За первые десять лет ее жизни она стала почти невосприимчивой к унижениям, пренебрежению, боли и насилию. На второй же день, когда Джон оставил Кэти в комнате на пару минут, она нашла ключик на полке за монитором от своего ящика. Девочка смогла выбираться и смотреть через монитор, что происходило снаружи. Она вынуждена была не пользоваться туалетом, который находился в комнате. Она ходила в туалет прямо в свой ящик. Иначе бы Джон узнал, что она выходит из него, пока его нет. Под телевизором было место, которое не закрывал матрас. Там она исправляла нужду. Из всех ужасных воспоминаний это было самое болезненное. Кэти посчитала, сколько шагов делал Джон, пробираясь к ней, и она поняла, сколько у нее примерно есть времени, чтобы снова пристегнуть себя и закрыть ящик. И она делала это каждый раз, когда слышала его шаги. Джон всегда приносил Кэти вафли, покрытые темным шоколадом. Помимо этого он приносил ей либо гамбургер, или бутерброд с колбасой, или макароны с сыром. Но девочка оставляла это все гнить опять же в своем ящике. Она боялась, что он отравит ее. Ей приходилось есть эти вафли только, так как они были в упаковке. Кэти ни разу не уснула, она ни минуты не спала, потому что думала, что он убьет ее, пока она будет спать. Кэти постоянно смотрела телевизор новости про себя. Доброе утро. Сегодня среда, 30 декабря 1992 года, сообщил диктор. Это был единственный раз за все время, когда Кэти заплакала. Наступил ее день рождения. Ее фотографии были в каждом выпуске новостей каждый час. Она видела плачущую Мэрилин и плачущую крестную Линду. Несмотря на все то, чему она подвергала девочку, и даже на мысли о том, что Линда продала ее Джону, она поняла, что очень любит ее и хочет вернуться к ней и к матери. По телевизору Кэти увидела красивую комнату с кроваткой и одеялом с принтом 101 Далматинец, игрушками, занавесками и ковриком. В новостях говорилось, что эта комната была в доме Линды для Кэти, но на самом деле Кэти спала на раскладушке, где придется. Это был фарс. Обман со стороны Линды, чтобы показаться заботливой. В выпуске новостей Линда, сидя на детской кровати, рассказывала репортеру, как ей грустно из-за того, что Кэти пропала. И она хотела, чтобы девочка вернулась. Кэти верила ей. Ей было жаль Линду. На третий день в доме Большого Джона появились полицейские. Они приходили и раньше, но Кэти тогда еще была заперта в ящике. Теперь она видела, как они шли по дорожке к дому-гаражу. Когда они зашли в дом-гараж, Кэти закричала изо всех сил. Она слышала, как полицейские наверху разговаривали с Большим Джоном. Их она слышала, но они не слышали ее. Она стучала в стены, кричала, насколько только могли выдержать ее голосовые связки. У нее даже заболела голова. Но ее никто не услышал. Беспомощно она смотрела, как они уходят. Спустя четыре дня Джон стал более разговорчивым и уже больше времени проводил с Кэти. Он говорил своей пленнице, что когда ей исполнится восемнадцать лет, он женится на ней. И у них будут дети. «Тебе не придется идти в колледж, потому что я научу тебя всему, что тебе нужно знать. Я буду заботиться о тебе, Кэти, вечно», — говорил он ей. В такие моменты он пытался изобразить улыбку. Еще через пару дней Джон говорил только о самоубийстве. И это очень пугало Кэти. Теперь, когда он приходил, она испытывала облегчение. Он пытался уверить ее, что когда он это сделает, он оставит инструкции, как найти девочку, приколотую к его одежде. Но Кэти была уверена, что если он заберет свою жизнь, то заберет и ее. Шли дни абсолютно одинаковые. Менялся только Джон. Он сильно похудел, его серое лицо не показывало эмоций. Он будто медленно умирал. Кэти чувствовала, что он на грани того, чтобы убить себя. По телевизору Кэти сообщили, что было около часа дня. И она услышала, как Большой Джон спускался к ней. Скрежет Винто в дверном проеме предупредил ее о том, что нужно быстро заковать себя в цепи, что она и сделала. Но это было странно. Большой Джон никогда не спускался так рано. Обычно он спускался под вечер, когда выходили вечерние новости. Большой Джон был не один. Кэти слышала другие голоса. С ним были мужчины. Все, что пришло ей в голову, это то, что Большой Джон привел своих друзей. Чтобы они воспользовались ей. В щели ящика она увидела прямо за Джоном в темноте фигуры двух других мужчин. «Мы – полиция», – сказал один из них успокаивающим голосом. Кэти улыбалась и, казалось, ничего ее не травмировало. Как будто она вернулась из детского лагеря или что-то в этом роде. Полицейские проводили девочку до машины, которая ждала на подъездной дорожке. Полицейская машина с Кэти медленно выехала задним ходом через ворота, ведущая на проезжую часть. Кэти была свободна. За воротами по обеим сторонам машины бегали фотографы, которые делали снимки. Кэти прислонилась головой к окну заднего сидения и, наконец, устало закрыла глаза. Джон Эспозито был отправлен в тюрьму округа Саффолк. Его поместили под наблюдение за самоубийцами. Его тюремная койка была застелена только папиросной бумагой. Джон содержался один и был защищен от другой формы правосудия. У заключенных есть собственная правовая процедура для растлителей малолетних. Полицейские привезли Кэти в участок, где она переоделась и начали выпытывать у нее подробности. После шквала вопросов ее отвезли в детскую больницу в соседний округ. В больнице Кэти объявили, что домой она не вернется. Кэти горько заплакала. Она скучала по матери, брату и Линде. Оказалось, что Джон Эспозито 13 января 1993 года признался через своего адвоката в похищении. Он сказал, что Кэти находится у него и привел офицера в бетонную тюрьму Кэти Бирс, где она находилась 17 долгих дней. Джон Эспозито признал себя виновным 16 июня 1994 года и был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Сал Ингелери тоже не избежал правосудия. Он отсидел 12 лет за сексуальное насилие до похищения Кэти. Он умер в тюрьме 2009 года. Кэти попала, как она описывала потом в большой красивый дом, как из сказки. Ее опекунами стали Барбара и Тед, семейная пара с тремя детьми. Они медленно по крупицам завоевывали любовь Кэти, которая была предана всеми. Они приложили немало усилий вместе с Домиником Варне, детективом округа Саффолк, который руководил расследованием, чтобы не только Джон Эспозито оказался за решеткой, но и Сал Ингелери. Новые родители Кэти поддержали и Джона, ее брата, который позднее признался в том, что Большой Джон насиловал его. Несколько лет. Он никому не мог это сказать, потому что любил Большого Джона больше всех. Они оградили Кэти Бирс от интенсивного интереса средств массовой информации о судьбе, которые продолжали выуживать отвратительные подробности из ее жизни. И только став взрослой, Кэти Бирс сама решила поделиться своими тяжелыми воспоминаниями о детстве, написав в соавторстве с репортером Кэролайн Гуссов свои мемуары «Погребенные воспоминания». Книга стала основой этого текста. Кэти живет в Пенсильвании с двумя детьми и мужем. Работает в сфере страхования. Невероятно, но она благодарна судьбе за то, что с ней случилось. Ведь это так сильно изменило ее жизнь. Я стараюсь не грустить о том, что произошло, потому что в конечном итоге это сделало меня той, кто я есть сегодня. И я очень довольна своей жизнью. 4 сентября 2013 года Джон Эспозита был найден мертвым в своей тюремной камере. Наконец он сделал то, о чем думал так долго. Он покончил жизнь самоубийством.